23 октября 2000 года китайскими археологами было сделано потрясающее открытие. Они нашли древний музей музыкальных инструментов династии Хань, который был скрыт от человеческого взора около 2000 лет. Павел Богословский также совершил открытие, и пусть не такое, конечно, масштабное, он распахнул двери удивительного музея музыкальных инструментов. И этот музей удивляет не меньше древнекитайского. В столице Черноземья уже на протяжении 10 лет действует уникальный музей, забытой музыки. Здесь собраны музыкальные инструменты по различным причинам затерявшихся во времени. Основатель этого музея Сергей Плотников не только проводит экскурсию, но и с удовольствием может наиграть несколько аккордов. У нас на территории нашей Воронежской области считается, что это самый древний свистковый музыкальный инструмент. Называется он у нас на Руси кугиклы. В Греции он называется флейтопана, свирель в разных странах. То есть, в общем, у каждого народа был такой инструмент. Но у нас чем уникален, если верить нашим археологам, то на двух стоянках первобытно-общинных людей найдены вот такие инструменты. То есть, это многоствольная флейта, которые сделаны были из косточек. По долгу службы Сергей мультиинструменталист. Можется играть и на кельтской арфе, и на белорусских цимбалах, финском йоу-хика и, конечно, на русских гуслях. Причем таких, которые были в ходу в 12-14 веках, лировидных. Можем защипывать несколько струн, как на лире или на арфе, и будут звучать аккорды. А можем играть бряцанем. Вот бряцанем играть – это очень хорошо, потому что громко. Громкость в средние века – это главный показатель музыкального инструмента, но звучит какафония. Надо, чтобы красиво звучало. Для этого мы лишние струны глушим. Вот струна звучит, пальчик прикоснулся, струна замолчала. Три пальчика промеж струн засовываем, кидаем пальчики вверх, три струны играют, три молчат. Потом кидаем пальчики вниз. Большинство этих инструментов Сергей сделал сам. Здесь же небольшая мастерская. Если первые экземпляры приходилось изготавливать по чертежам, и не всегда звучание получалось правильным, то со временем пришел и опыт, который не прочь перенять и другие мастера. А инструменты обрели свой неповторимый звук. К Сергею нередко обращаются за советом. Сергей, ну вот самый простой, наверное, инструмент, на котором можно играть, расскажите о нем и покажите, как, может быть, я смогу это сделать. Ну, самый простой инструмент, он называется у нас калюка, травяная дудка. Наш воронежский музыкальный инструмент, он у нас записан этнографом в 1980 году. Но у вас калюка необычная, то есть калюка травяная, она имеет сложность. То есть надо губой воздух направлять куда надо. У вас это не получится, поэтому калюка делается с пыжом. Духовые и ударные, свистковые и щипковые. Каждый инструмент здесь – предмет отдельного долгого разговора и серьезной этнографической работы. Недавно коллекция музея пополнилась уникальным экспонатом – духовой шарманкой, возможно, единственной в Черноземье. Ну, гордость нашей коллекции – шарманка. Шарманка изготовлена буквально 8 лет назад российским мастером Игорем Пашковым, Липецким. К сожалению, Игорь 8 месяцев назад умер. Ну, вот он единственный, кто из русских мастеров вот в последнее время смог сделать шарманку. Инструмент очень сложный, то есть это механизированный орган. Крутим ручку, качаются мехи, накачивается воздух в коробочек, и иногда воздух выходит в свисточки, соответственно, вот. И внизу, здесь у нас в коробочке заложена перфолента, на которой прорезаны отверстия, иногда они вот открывают отверстия. Музей забытой музыки не только рассказывает об инструментах и приемах игры, он помогает сохранить те звуки, что слышали наши предки и 5, и 10 веков назад, а теперь можем слышать и мы. Музей 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 Музей